Добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас начинается семинар в учебном центре специалист при МГТУ имени Баумана. Семинар, который называется «Геймификация как подарок в работе HR». Будем двигаться, и я сейчас вам представлюсь. Я разработчик этого курса. Меня зовут Ирина Александровна Касимова. И вы сейчас обо мне прочитаете на слайде информацию. Но то, что касается именно разработки этого курса, я практически его пропустила через себя, потому что большую часть той информации, которую я вложила в курс, она пройдена на практике в крупных российских компаниях. И кроме тех, которые написаны на слайде, у меня был опыт внедрения в HR-сфере механик геймификации в региональных компаниях. Это есть такая крупная холдинговая сеть частных медицинских клиник, которая находится территориально в Екатеринбурге, в Уфе, в Волгограде, в Омске. И таким образом есть еще опыт внедрения, разработки и внедрения подобных проектов дистанционно в том числе. Конечно же, через HR-специалистов, через специалистов по обучению персонала мы внедряли это и в регионах. Для меня интересна была разработка этого курса еще и потому, что я сама очень люблю играть. И вот этот задор, который человек получает, когда он играет, даже выполняя серьезные задачи, это, в общем-то, и мотивирует и, помимо всего прочего, остается на должном уровне работоспособность человека. Ну, и я бы хотела, чтобы вы, слушатели, которые у нас подключились дистанционно, напишите, пожалуйста, из каких сфер вы пришли к нам на курс, в какой сфере вы работаете и какая у вас должность. Мы начнем знакомиться в аудитории. У нас есть Наталья. Наталья, скажите, пожалуйста, из какой вы сферы, чем занимаетесь? В какой компании? В компании, несколько компаний, не работаю, несколько видов деятельности. У меня был период, когда у меня было очень много направлений, у меня было 20 направлений деятельности. Сейчас осталось, ну, 5. Как раз на стороне очень много работы, и ходим в суды, и работаем с ГИД, и занимаемся архивом. Вообще-то очень-очень много делаем, потому что компания численность не большая. Компаний много, да? Компаний много, и обязанностей тоже много. А в каких сферах компаний, если можно, хотя бы несколько назвать? Да, было период, когда была гостиница у нас, сейчас у нас направлений нет, но есть аренда. Производство было. Производство сейчас тоже у нас постепенно отходит, сейчас уже не ведем производство. Но самое основное у нас сейчас это аренда. То есть это основной вид деятельности, да? Да, основной вид деятельности, все остальное. Так вот у нас есть консалтент, естественно, это тоже сейчас очень много, очень много, я занимаюсь этим. Скажите, пожалуйста, Наталья, а вам для чего этот именно курс, почему вы пришли на семинар, на наш, чем он заинтересовал? Казалось бы, консалтинг и аренда, да? Дело в том, что по рекламе вашего курса, я почитала, что там все-таки мотивация, да? Да, да. Это правда. У нас есть такие сотрудники, например, их очень сложно замотивировать. И зарплата хорошая. И, знаете, нет такого строгого у нас, например, трескода, нет строгого, во столько пришел, во столько ушел. Но чем замотивировать вот таких людей, да? То есть возраст такой уже, люди и поработали. Это не то, что такое, знаете, возраст, когда там 20 лет, 25, еще такие годы. То есть это не новое поколение, да? Это не новое поколение. Поколение 40+, но они не мотивированы. И мне очень интересно послушать, чем замотивировать, кроме как вот зарплаты. Вот, конкретно. Товарищ, что в Йоси, в Йоси, хотела бы послушать, что же все-таки можно применить. Зарплата там нормальная. Что можно сделать, чтобы заинтересовать, либо расстаться. Спасибо вам большое за подробное представление. А мы читаем, что нам написали слушатели в чате. И Светлана пока нигде не работает, но ранее управление персоналом и маркетинг. Татьяна, менеджер по персоналу, научно-исследовательский институт. Вот, Ирина, транспортная компания, специалист по обучению персонала. Так, хорошо. Ну что, спасибо, что вы представились, и я буду дальше двигаться. И хотела бы спросить у вас, уважаемые слушатели, кто подключился дистанционно, был ли у вас когда-либо опыт по использованию, может быть, механик отдельных, игровых, может быть, целые проекты вы уже разрабатывали, гимификации в своих компаниях, может быть, предыдущие места работы как-то вас связывали именно вот с этим видом деятельности. Возможно, обучение персонала, возможно, подбор персонала. Напишите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-либо применять механики или процессы в тех компаниях, где вам приходилось работать. А я спрашиваю у Натальи, было ли у вас когда-либо какой-то опыт, не пробовали никогда. А скажите, а сами когда-нибудь в таких вот игровых процессах на работе участвовали? Может быть, это тренинги какие-то были? То есть все серьезно, работа – это работа. Да, работа – это работа. И ничего такого не было. Единственное, у нас девочка, которая занималась подбором, я подбором очень узнала, она проводила в игровой форме подбор. Это я точно не знаю. Но как это происходило? Я не знаю, она меня не выбирала. Я знаю, что все потом в Волге обсуждали, те, которые все-таки проходили. Но когда я стала выяснять, что в итоге там было, там было на уровне, кто создал водородную бомбу, а кто написал «Военный мир». То есть такие вопросы на кругозур. Да. Как они могли соотноситься к нашей профессии, вообще-то я не поняла. Но это действительно обсуждалось. Это было интересно и… Захватывало. Да, да. То есть это было, может, одним из этапов, да, собеседование. Но, тем не менее, это сотрудник, ну, нахватывался. На самом деле, выделялся целую субботу на это. Не знаю, как это, нужно ли мне, не нужно, но такое было. Я лично не участвовала. Поняла. Так, у нас Светлана ответила, что у нее опыта применения гемификации не было. Ну, и пока больше, больше пока нам никто не ответил. Ну что, коллеги, все равно пишите в чате, присоединяйтесь к нашему разговору. И мы разговариваем о том… Светлана к нам присоединилась. О том, что в какой сфере вы работаете, Светлана, пожалуйста, напишите. И был ли у вас опыт применения элементов гемификации, Возможно, целые игровые процессы, может быть, вы разрабатывали, либо сами применяли, принимали в них участие. А пока вы отвечаете, уважаемые вебинаристы, мы сейчас посмотрим ролик, очень такой интересный, который показывает, насколько игра включает людей в достаточно серьезный процесс. Здесь речь идет о сборе мусора. И у меня к вам вопрос, почему люди включаются в игру с мусорным баком? Ну вот мы сейчас с вами посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Прокомментирую, действие происходит в Швеции, в парке, где гуляют люди. Поехали. 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 Ну вот такой ролик. И хочу вас спросить, у Натальи спрошу, скажите, пожалуйста, почему люди включаются в игру с мусорным баком? Да, да. На смысле, даже не знаю, что они хотели этим, но это действительно их заинтересовало. Смотрите, на самом деле, да, вы правы, это привлекает внимание. Да, привлекло внимание, потому что во всех остальных баках такого нет. Отечество необычное. Поэтому, видите, мальчик даже пытался туда залезть. Привлекло внимание. Да, и здесь очень точно вы заметили, что, в общем, и смысл геймификации, да, вот игровых процессов, привлечь внимание, сделать интересным что-то такое, что раньше было обычным. И к нам присоединилась Светлана, и она так нам написала, сейчас мы посмотрим, что она работает в сфере HR, разработка положений, инструкций, обучения, корпоративная культура. Наверное, Наталья, в чём-то вам близко, да, инструкции, положения. У меня нет. Угу. И был у неё небольшой опыт внесения элементов игры при внедрении корпоративной социальной сети. Она пишет, что с геймификацией знакома поверхностно. Была на игре симуляции Замышляева несколько лет назад. И был небольшой опыт внесения элементов игры при внедрении, да, корпоративной сети. На самом деле, да, именно о симуляциях мы тоже будем говорить на курсе. Но сейчас мы продолжим наш такой лёгкий экскурс, который продлится у нас до 19 часов 40 минут. Поэтому планируйте своё время, пожалуйста. На этом слайде, вы видите, я разместила специально такую картинку, да, что метод, вообще мы привыкли, да, в сфере HR, HR, кадровики, особенно те, которые работают давно, метод кнута и пряника, да, и, в общем-то, руководители тоже к этому методу привыкли. Наталья, вот какие методы, например, кнута у вас в компании применялись? Все индивидуально. Потому что одного надо похвалить, потому что вы хорошо работаете в клубе, надо ругать, потому что вы хорошо работаете. То есть все индивидуально. Но наше руководство относится очень лояльно ко всему. Мы никого не держим, честно скажу, но никого не гоняем. Работайте, работайте на результат, работайте. Не хотите, не работайте. Здесь я была на семинаре у другого преподателя, она сказала какую-то очень хорошую фразу. «В стрессе звезд не родят». Как-то у них красивее, вот это то, что делает у моего руководства, я понимаю. То есть оно такое демократичное. Да, оно относительно молодого, да, то есть это 40 лет руководства, ну, еще чуть больше 40, я считаю, что это очень правильно. Ну, смотрите, ведь какой кнут бывает, да, в традиционных компаниях? Депримирование. Депримирование, а еще какое? Ну, очень правильно, я не знаю, это в больнице, но в основном с этим нехорошим статем, да, там было бы на себе всяких выговоров. То есть это, да, конечно, можно это применить, пожалуйста, но нет. А как вы считаете, какие пряники вообще раздают, когда вот хотят, да, поощрить персонал? Да, опять же, если человек заинтересован материалом, его можно заинтересовать в какой-то премии. То есть денежная мотивация. Если человек трудоголик, и деньги для него не главное, не потому что они ему нужны, а потому что он трудоголик, он в работе еще другое, да, там самовыражение или еще что-то. То есть есть какая-то внутренняя мотивация еще? Да, да. Наша компания это не применяется, но я точно знаю, вот рассказываю от своих коллег, в них применяются, например, гранты, кашерини какие-то в виде, скипачок, ну, это, конечно, современный вариант, то есть это как вариант. У нас этого нет, но лично у меня бы это вот как бы не очень, да, а те, кто мне это рассказывает, у кого-то существует, все очень радуются. Там приятно, приятно, я стал лучшим по профессии в этом месяце. То есть это прямо час занимается, немного долго, даже месячный, вот такие бывают еще вещи. И я бы хотела обратить ваше внимание, почему, да, сейчас все чаще и чаще стали применять методы геймификации, да, в компаниях. Ну, потому что пришло новое поколение, как говорят, с клиповым мышлением, которым очень трудно сосредотачиваться на долгих-долгих процессах, долгое время, и нужны какие-то перебивки такие, которые бы их захватывали эмоционально. Еще, конечно же, одна из причин – это сложность их знаний. И мы понимаем, что и нагрузка информационная на нас серьезно возросла и требуется во многих процессах и в многих компаниях креативность мышления сотрудников. И даже бывает, что задачи руководства ставят, разработайте, пожалуйста, мнение, стандартный подход в решении какой-либо задачи и многозадачность. И, конечно же, сейчас, как никогда, возросла ценность личности, особенно та, которая является сотрудник, который является специалистом высокого уровня. Как удерживать таких сотрудников и чем их мотивировать? Уважаемые коллеги, вебинаристы, пожалуйста, напишите в чате, какие методы сейчас кнута и какие методы пряника применяются в ваших компаниях. Те вебинаристы, которые пока еще не работают, в данный момент напишите то, что использовали вы раньше, либо ваши руководители. Какие методы поощрения, какие методы наказания традиционные вы использовали? Ну и как раз, Наташа, у вас был вопрос по поводу мотивации, чем сотрудников мотивировать. И у нас на курсе это будет прямо отдельная тема мотивации и профессиональное выгорание, потому что на самом деле эти два процесса, они достаточно связаны. И так как я работала в одном из крупных холдингов города Москвы, выросла от психолога до руководителя отдела персонала, HR директора, и в этом же холдинге мы развивали корпоративную культуру и задумывались над тем, как нам все-таки мотивировать тех сотрудников особенно, которые были ценные для компании. И здесь, конечно же, первое, что приходит в голову, нужна денежная мотивация, но на самом деле мы обнаружили такую вещь, что мотивирует людей не только деньги, не столько деньги, сколько, если занимается компания серьезно корпоративным духом, внедрением корпоративных ценностей, то это становится ценностями и для сотрудников, особенно для тех, кто работает давно. И они понимают, что они могут перейти в разряд наставников, они могут получать какие-то бонусы, но не в виде денежных премий, а, например, получить повышение, стать старшим смены. У нас были такие карьерные ступеньки продуманные. И еще мы применяли такой метод, как раз в год наша компания участвовала в гонке героев. Это достаточно дорогое мероприятие было для компании, и тем не менее мы тратили на это деньги. И у нас были вожаки, то есть они сами отвечали за свой коллектив, и мы долго к этому готовились, мы тренировались, то есть как минимум мы два месяца тратили на подготовку для того, чтобы достойно выглядеть. Мы везли свой флаг на эту гонку героев, мы разминались. Ну, в общем, кто хоть раз участвовал на этой гонке героев, то это целая история подготовки, потом непосредственно мероприятие, как правило, проходило в выходной день, и народ приезжал из области специально, и даже из других регионов, несмотря на то, что на выходные люди разъезжались по домам. И потом мы обязательно фотографии вывешивали на стенах, и обязательно даже собирались пили чая, жарили шашлыки, то есть это еще и сопровождалось таким совместным чаепитием, и ужином, что говорят психологи, что обязательно скрепляет, такое чувство сопричастности у коллектива возникает. Так, сейчас мы посмотрим, что нам написали. Так, Татьяна написала о том, что дополнительные дни отпуска предоставляли, премии, поездки, подарки и демотивации у них не было. Дополнительные дни у нас 6 дней в году. А кому-то даются, кому-то не даются, видимо, этих 6 дней, да? Всем дают. Всем, так. Тогда это не является мотивацией. Да, всем даются. Податки ко всем праздникам, у кого есть дети, вот, всегда. Ну, смотрите, это тоже является таким, как бы, жестом лояльности компании по отношению к своим сотрудникам. На самом деле, да, это так. Так. Ну что, вот эмоциональное и профессиональное выгорание мы будем рассматривать на курсе, и вы можете видеть на презентации, что мы вкладываем в эти слова. И считаем, что из-за того, что сотрудники подвергаются вот такому, особенно те, кто работает давно, либо в постоянных стрессовых условиях, подвергаются риску, да, эмоционально, либо профессионально выгореть, они требуют такого более внимательного подхода для того, чтобы удержать их в компании, особенно ценных сотрудников. На этом слайде я вам предложила такую пирамиду. Это не пирамида Маслоу, это результаты исследований Национального тренингового центра Соединенных Штатов Америки. Они провели целое исследование для того, чтобы потом вот в результате мы увидели эти цифры. История такая, что какой же метод обучения они проводили исследование является эффективным. Так вот, лекция, чтение, лекцию вообще 5% только респондентов указали как эффективный метод усвоения материала. Чтение указали 10%. Ну, дальше вы видите, что разбирали конкретные ситуации, то есть кейсы с видео, аудио, визуализацией. 20% отметили как эффективный метод, с видео, визуализацией, демонстрацией 30%. И обратите внимание, что от 50% до 75% респондентов указали, что игры и имитации, а то, что Светлана написала, симуляции, являются таким достаточно эффективным методом. И уже непосредственно разработка проекта, это вообще глубинное погружение, что, в общем-то, мы будем делать обязательно на курсе. Конечно, слишком глубоко у нас погрузиться не получится, у нас всего 16-часовой курс, но все необходимые этапы мы обязательно пройдем. Так, и я задам вопрос, пожалуйста, уважаемые вебинаристы, напишите, как вы считаете, почему взрослые играют в игры? А у Натальи спрошу в аудитории, как вы считаете, почему до сих пор в разные игры мы играем? Пляжный волейбол, настольные игры, компьютерные игры. Мне кажется, это очень плохо. Моё мнение, не наигрались. Не наигрались в детстве? Не выросли. То есть это такой отголосок? Да. А что мужчина, например, 40 лет играет, то есть в его детстве такого не было, а сейчас эти игры недоступны в любом количестве, разные, разные. Да, то есть у него это... Когда не было, а сейчас есть, я его догоню. Я думаю, что это только мужчины, а женщины. Вы тоже, наверное, не доигрались? Или не доиграли? Не доиграли. Нам Татьяна написала, чтобы отвлечься от работы, играют взрослые. И Галина к нам присоединилась. Она написала, что интересно и появляется энтузиазм. То есть какая-то мотивация и внутренний огонёк. Совершенно верно. Спасибо. Ну вот смотрите, мы рассмотрим также на курсе истоки, откуда взялись игры для взрослых. И это Эрик Берн, который написал книгу «Игры, которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». И он впервые описал такую модель, из чего стоит взрослый человек. Он состоит из трёх таких ролей. У каждого человека есть три роли. Это родитель, взрослый и ребёнок. Родитель – это тот, который критикует. Взрослый – это тот, кто рационально оценивает жизнь. И ребёнок – это тот как раз игровой компонент, который есть в характере у каждого человека. И тогда, когда мы будем в нашем курсе прописывать механики игры непосредственно применительно к тем компаниям, в которых будут у нас работать слушатели, которые придут к нам на курс, мы обязательно будем непосредственно ориентироваться на ваш опыт, кто придёт, на их опыт, которые… те люди, которые к нам придут. И будем простраивать возможную даже систему мотивации, которую мы можем, играя, дать нашим сотрудникам. И я для вас приготовила ещё один ролик, который достаточно показателен. Задача у разработчиков вот этой, да, такой игровой механики относительно вас слева, да, находится лестница, на которой нарисованы клавиши. Справа находится обычный экскалатор, на котором, как правило, входя на который, возникала пробка, заторы из людей. Потому что в час пик очень… Ну, все хотят же… Нам всем это знакомо, да, кто живёт в крупных мегаполисах, что, конечно, хочется встать на лестницу, поехать. И задача разработчиков была следующая – снизить плотность заторов на экскалаторе и чем-то мотивировать людей, чтобы они начали подниматься по лестнице. Ну, смотрим. Вот так это выглядело до того, как нарисовали клавиши. Хочу сказать, что к этим проектам в Швеции к проектам геймификации подходит достаточно серьёзно, очень профессионально. Мелочей нет. А, ещё добавили звук. Обратите внимание, экскалатор пустует. Да. Итак, на 66% увеличилась нагрузка на лестницу. И это такой эффект для игры, который захватывает. И я бы хотела сказать о том, что мы обязательно на курсе будем рассматривать. Одна из тем будет – это опыт о применении геймподхода в российских компаниях. И я буду обязательно рассказывать о своём опыте, который я пропустила через себя. Буду рассказывать о тех граблях, на которые мы наткнулись при разработке геймификации, о саботажах, которые у нас были в компаниях и в маленьких, и в больших. И расскажу, как мы их преодолевали. И не всё удалось преодолеть. И мы тоже это анализировали. И для нас, для разработчиков геймподхода, да, и процессов, и механик отдельных, причём мы, конечно же, это делали не только HR-отдел, мы привлекали и IT-специалистов, мы привлекали маркетинг, мы, естественно, держали в курсе руководителей не только подразделений, но и руководителей, так скажем, топ-руководителей, которые тоже проявляли достаточно серьёзный интерес к нашим проектам, к нашим сначала экспериментам, а потом уже понимали, что в каких-то, в наших проектах были серьёзные результаты, причём при повышении продаж, задачи ставились, и нам удавалось повышать продажи достаточно серьёзно, порядка 23% в некоторых компаниях за 6 месяцев. И мы будем тоже обсуждать не только те компании, ну, скажем так, опыт, который я имею, но и передовой опыт наших российских компаний, которые есть в Москве и которые есть в регионах. И один из кейсов, который я вам сейчас хочу продемонстрировать, это кейс геймификации в обучении в компании Amway. И задача была такая. Вот, пожалуйста, перед вами комната, это геймификация с участием, скажем, IT-технологий, да, когда сотрудникам, которые только-только пришли в компанию, их задача обучиться, какие средства должны применяться, при каких видах уборки. И вот она, комната, и их задача была показывать. И обратите внимание, вот здесь время, красная большая стрелка показывает на часы, то есть это геймификация, которая ограничена была во времени. И нужно было, например, за 10 минут быстро указать, например, чем протереть зеркало, чем почистить поверхности, может быть, текстиль и так далее. И обратите внимание на цифру, 70% выросли продажи в сравнении с кабинетным обучением. Хотя, казалось бы, это только лишь компьютер. Но это включало молодых сотрудников и давало достаточно серьезный результат. Ну и геймификация – это применение игровых механик в неигровых процессах. Мы с вами подробно будем это рассматривать. Для HR, какие задачи мы решаем, да, это и отбор кандидатов мы можем вести, причем закладывать даже дистанционные какие-то маленькие механики, чтобы видеть, насколько человек уже на этом этапе подходит под все требования, для того, чтобы не тратить уже ни на переписку время, ни на телефонные переговоры. Конечно же, когда сотрудники, мы уже, кандидаты становятся нашими сотрудниками, мы смотрим, насколько мы можем использовать механики геймификации при адаптации, при обучении персонала. Какие KPI мы можем задействовать, да, и какие механики использовать при продажах, в управлении, при взаимоотношении, при управлении взаимоотношений с клиентами. А для руководителей этот курс будет еще чем интересен, а какие геймификационные методы можно использовать при управлении персоналом. То есть не только рубль, да, там, или какая-то материальная выгода у сотрудника, но еще что-то более, может быть, необычное для них. Корпоративная активность и культура, каким образом можно повысить. Ну и, естественно, уровень коммуникации, какими методами. Так, чтобы, например, у молодых сотрудников был интерес спрашивать у старших более сотрудников, а старшим было бы интересно делиться своим опытом. И вовлечение в новые проекты, например, продажа какого-то нового товара или новые услуги всегда сталкивается с определенными препятствиями психологическими, либо какой-то процесс новый внедряется в компанию. Поэтому, да, да, да. И всегда мы понимаем, как HR-специалисты, что любое новшество сталкивается всегда с неприятием. Так вот, процессы игровые нам помогают как-то снизить уровень эмоционального напряжения. Ну и преимущество гемификации вы сейчас видите на экране. Это возможность ошибки, и ничего тебе за это не будет. Ты же всего лишь играешь. Не ставятся оценки, но мы с вами будем разбирать, какие бонусы, какие мы можем механики использовать для того, чтобы все-таки выделять тех, кто очень активно принимает в игровых процессах, кто достигает результата. Вот за игру даются очки, и обязательно в игре достигается цель. Преимущества использования в компании. Вот они перед вами. Я выделила семь таких важных моментов. И, конечно же, первый момент, который там под цифрой 1, это, конечно, высокая включенность участников. Если мы даем это интересно, а на курсе мы обязательно рассмотрим все этапы запуска проекта гемификации так, чтобы по максимуму все сотрудники, которые должны быть включены, включились в первые же дни в процессе. Вот это очень важно. Как только мы запускаем, но, естественно, мы готовим этот процесс, мы тоже будем... Все будет... Все в рабочее время. В какое рабочее время? Ну, вот эта вот вся игра. То есть не будет это очень отвлекать от самого рабочего. А мы с вами, да, спасибо, Наталья, за вопрос. Мы с вами рассмотрим как раз три вида. Сейчас мы перейдем к этому слайду. Вот обратите внимание на те вопросы, которые мы с вами обязательно тоже будем рассматривать. И первый вопрос – зачем мы будем проводить эту гемификацию? Дальше – как измерять эти результаты? Потому что мы же руководителям должны будем показать, вообще в чем эффект-то, зачем мы это все затеяли, да, с кем играем. Обязательно целевая аудитория. Да, кто будет руководить проектом. Это не всегда HR, но, как правило, так как это в HR проект, в HR сфере, конечно же, в основном мы будем сами и руководить, да. А кто в HR, с HR вместе будет в команде. Да, и мы будем разбираться, какие специалисты все-таки нам нужны. Нужен ли нам бюджет? И какой масштаб бедствия для руководителей, для компаний будет идти? Да, с одной стороны, какие потери, а с другой стороны, при подготовке к этому процессу, какие будут затраты компании, какой инструментарий мы будем использовать, как запускаем проекты, как вовлекаем в процесс. Посмотрите, Наташа, то, про что вы спросили, будет короткая или долгая гемификация. Вы сейчас в таком очень демо-варианте увидите вот эти слайды, да. И вот то, про что вы спрашивали в рабочее время, насколько это будет отвлекать. Так вот, есть три таких условно, да, градации гейм-процессов. Это тяжелые, средние и легкие. Так вот, при тяжелом, ну или, так скажем, погружении, да, таком полном погружении, конечно же, отвлекаемость будет высокая. Но если цель игры будет, например, продажи, да, и все будет под это заточено, то результатом игры обязательно будет результат продажи. То есть обязательно будет какая-то и финансовая отдача, и процессы будут налаживаться. То есть тут очень важно будет то, как мы строим, как мы планируем, какую глубину, кто в нее будет включен. То есть это мы все будем на курсе рассматривать. Для каждого отдела лучше разработать степень гемификации, правильно? Ну, под задачу. Вот этот первый вопрос, зачем мы это делаем, мы его очень подробно будем крутить на нашем уже курсе. Так, чтобы вы, уйдя с этого курса, могли у себя в голове какую-то матрицу иметь. И даже когда вам руководитель скажет, слушайте, давайте вот запустим игровой процесс такой-то, а у вас будет понимание, какой процесс подготовки, с кем мы это будем делать, зачем мы это вообще будем делать, как будем отслеживать результат, соответственно, эффективность, и какие последствия, так чтобы после нашей игры сотрудники остались в компании, чтобы мы не потеряли их. Да, ну и, соответственно, вот есть совсем легкая гемификация, это слегка-слегка такие вот, скажем, элементы, да, игры, которые помогают, ну вот как мы только что рассматривали, да, компания Amway сделала вот просто кейс такой, который там игра, да, когда там в течение 10 минут сотрудник поиграл, и он уже, у него отложилось уже что-то. Если он не уложился в 10 минут, мы понимаем, ага, ему надо еще работать, соответственно, в какой-то день он приходит еще 10 минут на это тратить. То есть мы понимаем, что в масштабах рабочего дня 10 минут на отработку этого навыка, да, это не так много. Мы обязательно с вами разберем, какие варианты гемификации годятся для личных зачетов и в каких компаниях, да, и будут ли они сплачивать, да, если сотрудник будет все время соревноваться с другими сотрудниками в личном зачете. Вот. А будет еще командный зачет, да, в каких компаниях подходит командный зачет, да, например, отделы продаж друг с другом борются, да, там, по продаже, по продвижению новых услуг, да. Вот это мы будем с вами рассматривать. И обязательно у нас будут практикумы. Будем прям руками вместе здесь на курсе, в группах разбирать те непосредственно ваши компании, да, ну, насколько вы позволите это сделать, какие HR-процессы можно гемифицировать в вашей компании, какие механики там можно применять, какие ресурсы для этого потребуются. И что самое любопытное в нашем курсе, это то, что в итоге, по мере продвижения к завершению, вторая, так скажем, у нас будет два дня по 16 часов, и вторая часть второго дня будет посвящена разработке непосредственно, прям от начала до конца. Мы к нему будем готовиться, вы получите все инструменты, и уже в группе каждый будет защищать свой проект. И будем смотреть, где у нас тонкое место, где точка развития может быть, а где совершенно точно есть прям вот такие места, которые могут, может быть, захотят взять на вооружение ваши коллеги, которые будут находиться у нас на курсе. Ну вот, цель – это совершенствовать ваши знания по организации и применению геймификации в бизнес-процессах, коммуникациях, в обучении. Задачи, которые вы сейчас видите на экране, я вывожу. И, уважаемые вебинаристы, напишите, пожалуйста, есть ли по результатам нашего такого семинара, есть ли у вас вопросы? Вот, я с вопросом попробую на рабочее время, это должно быть или нет. Мы были на слайде, где были указаны семь основных, ну, как бы, применения. Можно туда вернуться? Мы только первую часть рассмотрели, да? Можно на тот слайд вернуться? Сейчас я бы хотела прокомментировать еще вот этот слайд, что формат обучения только очно в группе, да? Никаких вебинаристов, к сожалению, да, дистанционно, потому что мы будем отрабатывать, трогать руками практически, да? И работа будет в групповых таких микрогруппах у нас, и когда группы друг с другом будут соревноваться, то есть мы сами здесь в аудитории будем включать гейм-процесс. А он возможен, ну, вот так, чтобы его прожить все-таки очно. Да, ну, вот пока так разработан. Сейчас я вернусь по просьбе Натальи. Если бы я знала, что этот вопрос будет, я бы его не задала, будете послушивыми. Вот здесь, да? Да, вот здесь. То есть преимущество, да, это высокая отключаемость участников в комплексные измерения. А что это комплексные измерения? Комплексные измерения – это когда мы смотрим все процессы, которые у нас, ну, все-все составляющие в общем процессе. То есть мы можем замерить эффективность каждого сотрудника, мы можем замерить группу, мы можем замерять какие-то участки времени. Если мы продвигаем, например, не один, а два продукта, то замеры еще поэтому, ну, и так далее. Ну, низкие затраты, понятно, что это только наше положение, да? Большой обхват. Мы все это можем охватить всех сотрудников. Да, можно охватить, но смотрите, по поводу низких затрат здесь такой, это не всегда верно, потому что если компания, например, маленькая, захочет геймифицировать и создать целую игру компьютерную, да, то она будет, конечно, слишком дорога для маленькой компании или средней. Но для крупных бизнесов сетевых, которые в регионах очень развиты, оправданы такие высокие затраты. Ну, развивающий эффект тут понятно, да? Да, развивающий эффект. Эффект мы ждем, конечно, что будет команда образования. И мы рассчитываем на то, что, конечно же, скорость получения результатов, она есть. Так, вижу вопрос. Сейчас попробую его открыть. Так, Светлана написала, нет вопросов у нее. Итак, мы сейчас переходим к тому, как выглядит программа. Уважаемые слушатели, посмотрите, этот слайд полностью повторяет ту программу, которая размещена у нас на сайте. Будет 4 модуля. И из, скажу так, из всей такой обширной программы, которую мы задумали, из 16 часов процентов 20, конечно же, это будет теория. Да, мы должны будем подготовиться. Основательно разобрать всю терминологическую базу, чтобы разговаривать на одном языке. Но в течение ознакомления, так скажем, погружения в гейм-терминологию, мы, конечно, будем пробовать на практике, что такое механики, бонусы, как разрабатывать. И обязательно, вот смотрите, модуль 14, это уже непосредственно, извините, модуль 4, ярмарка проектов. То есть мы будем их разрабатывать и их защищать. Что будет в результате? А, целевая аудитория, да, курса нашего. Это, конечно же, HR-специалисты, это менеджеры отдела персонала, фактически все сотрудники, которые так или иначе работают с персоналом. Безусловно, это руководителям будет интересно, все, кто заинтересован в развитии мотивации сотрудников и все, кто решает задачи по оптимизации коммуникации в обучении бизнесе. И что интересно, к этому курсу уже проявляют большое внимание собственники бизнеса, потому что они как никто заинтересованы в повышении производительности, в мотивации сотрудников, они как никто, особенно на первом этапе, так скажем, создания нового бизнеса, развития команды, именно заинтересованы в командном духе, что, в общем, может быть, Наталья, для вашей компании тоже будет актуально. Ну и вот результаты, которые мы тоже планируем получить и закладываем в наш курс. Это, конечно же, вы сами сможете разрабатывать сценарии, об этом мы будем тоже подробно говорить. Какие элементы игры применять при том или ином сценарии, насколько глубоко нужно разрабатывать этот сценарий, какой он должен быть, так скажем, сложности, да, какой степени сложности. И, конечно же, играть самим и создавать игру. Но вот место в цепочке курсов, конечно же, менеджеры по оценке персонала, тренинг для тренеров, те, кто уже проходил, будут интересны. Мастерская бизнес-тренинга – это бизнес-тренеры, рекомендации по продолжению обучения. Вопросов пока у нас в чате нет. Наталья, есть ли у вас какие-то вопросы по нашему, конечно, короткому? В России с какого года это применяется? Я хочу сказать, что у нас в России где-то лет 10 назад стали проявлять интерес большой. Да, да. Но на самом деле это сейчас уже становится прям трендом. И даже лёгкие механики, например, поиграем, да, разомнёмся и для того, чтобы сбросить усталость хотя, или там день в одной из компаний медицинских клиник московских, да, разработали такой лавхак. Это маленький мячик жёлтый, нарисовали смайлик на нём и сказали, что это будет антистресс Иванович. И вот передавая друг другу в кабинет, и кому попадает этот мячик, тот обнимает следующего коллегу. Это день объятия такой, антистресс Иванович. Значит, вот это такая лёгкая гиммификация, которая, в принципе, даёт такой вот эмоциональный разряд. Конечно, многие. У всех как минимум хорошие проблемы. Потому что врачи, у них же стресс. У этих каждых человек приходится, у них больничка. А врачу нужно пережить через себя. Серьёзно, мальчик. Да. И смотрите, вот на методах, которые мы сегодня с вами разобрали, начиная от очень сложных технологических, это клавиши ступени, это мусорный бак, и вот антистресс Иванович, и это всё, как сказать, элементы гиммификации. Уважаемые слушатели, хочу сказать, что в нашем учебном центре специалист при МГТУ Минебаума в наших курсах всегда, конечно, есть преимущества. Они заключаются в следующем, что у нас 70% времени, это всё-таки практика на курсах, и на курсе работа и игра гиммификация для HR этот принцип будет соблюдён в полной мере. Конечно же, мы будем рассматривать конкретные ситуации, в том числе те ситуации, которые будут предлагать слушатели на этом курсе, и обязательно будем соотносить все процессы с процессами HR-служб, насколько они будут экологичны для вас, и все материалы вам будут предоставлены, будет загружена ваш личный кабинет презентации, также вы получите рабочую тетрадь, с которой будете работать на курсе, ну и что всегда приятно, что отмечают наши слушатели, это тот нетворкинг, который у нас возникает, когда идут знакомства, обмен визитками, обмен опытом, и дальше наши слушатели продолжают общаться, и мы их не бросаем, обязательно поддерживаем, если будут какие-то вопросы по внедрению процессов, конечно же, мы будем консультировать. Ну что, вот такой короткий у нас семинар получился, документы об окончании вы, конечно же, тоже будете получать, в том числе международного образца, и если кто заинтересован в получении, в повышении квалификации, вы тоже можете определенную линейку курсов прослушать, и добавить себе веса на рынке труда, ну и, пожалуйста, вопросы, есть ли, Наташа, вопросы? Уважаемые вебинаристы, есть ли у вас вопросы? Я хочу сказать, что вы сейчас, Наталья, присутствуете на премьере. 20 апреля в 10 часов у нас стартует курс. То есть первый раз. И мы будем с вами вместе, кто придет на этот курс, разбираться во всех тонкостях процесса, и он продлится 20-го целый день и 27-го. То есть это будут выходные дни. Да, прям вот с погружением. И благодаря тому, что мы погрузимся на эти два дня, после 27-го числа я убеждена, что вы легкие генификации сможете проводить точно. Вот, а уже в следующий раз, когда будет курс, ну, сказать пока не могу, но мы его всячески продвигаем сейчас, и он у нас как нагрел. Интересно, если раз он точно получится. Получится. А, у нас. 26-го, я точно не буду. 22-го, я точно не буду. Ну что, мы заканчиваем. Уважаемые вебинаристы, всего хорошего. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. И мы встретимся вновь. Приходите к нам на курс. Учебный центр специалист при МГТО имени Баумана. 20-го апреля в 10 часов утра у нас стартует курс. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...